всем привет и с вами я михаил шилов автор проектов удушин точка ру буду блог точка ру макевара точка ру корректура точка ру доктор шилов точка ком и своих каналов на ю тубе инстаграме я нигде не шифруюсь везде под своим именем так что вы меня легко везде найдете а также абсолютно во всех социальных сетях у меня есть сообщество по боевым искусствам по макеваре и так далее ну так вот друзья мои значит о смертельных опасных супер таких техниках сейчас поговорим в боевых искусствах кто чаще всего грешит тем что владеет такими техниками вы сможете дать ответ на данный вопрос вот немножко задумавшись вот просто чуть-чуть даже хотя бы и сам сказать что вот представители данных боевых искусств они чаще всего грешат тем что обладают такими техниками ну давайте я сам начну как бы эту тему рассуждать первое это конечно различные фриковые такие направления это я их так называю вот но ты мхо моё это различные школы бесконтактного боя которые раз они бесконтактно человека могут уронить положить они могут также бесконтактно нанести ему какой-нибудь серьезный ущерб это техники там астрального карате всякого например да которые могут вообще на большой дистанции на расстоянии даже во сне по карлоса кастанедовский нанести серьезный ущерб выходя из своей из своего тела который формирует какой-то нагваль там но это я оперирую понятиями кастанедовским у них самки свои понятия второе это различные старые китайские школы индийские у которых есть некое подобие того что называется диммак то есть удар отсроченной смерти причем это не должен быть удар даже достаточно какого-то касания они владеют серьезно акупунктурными различными такими акупрессурными методами иногда да вот мы это видим часто в китайских боевиках особенно сам старых когда а кстати в хонгильдоне вот это было это корейский фильм когда мастер такой буквально там там касается нескольких точек у человека человека просто парализует но если парализует то точно также немножко сильнее чуть по-другому нажал и смерть ему все вот третье это те кто занимается ортодоксальными и традиционными стилями карата я бы не путала конечно я бы больше бы имел ввиду ортодоксальных но те кто занимается традиционным каратэ в отрыве от практики кумитэ я бы называл бы их ортодоксальными направлениями вот я больше про них скажу вот вот они как раз и говорят что мы владеем мы там занимаемся кумитэ у нас нет по той причине что один удар одна смерть и и кинхисацию вот так вот поэтому ничего у нас нету мы даже не можем никакой соревновательной практики потому что техники наши смертельный вот это вот три таких основных ну еще дураки конечно есть которые просто так об этом говорят что они могут убить одним пальцем спичкой там еще чем-нибудь там вот короче вот так выдумали себе такое и вот им кажется что раз они про это знают что если например карандаш куба засунуть или палец там глубоко или глаз можно выдавить вот то они значит и сумеют это сделать и поэтому они владеют сам смертельными техниками давно смотрятся кинофильмов про там про того же ганнибала лектора который не занимался боевыми но никакие но с смертельно был опасен просто безобразие непонятно было чем он убьет и этот пробка чем он убьет в следующий раз вот так вот совершенно не ясно так похоже мне надо нафиг разворачиваться и валить отсюда вот так вот вот и когда начинаешь на эту тему говорить а почему так-то ну потому что мы обладаем такими ударами а какими такими но такими когда и и как это мы крепче булатной стали станет твоя рука чтобы за враги ну повали на мощь остального клинка я сам это стихотворение очень люблю это четверостишье очень она мне нравится когда речь заходит о подготовке ударных смехи поверхностей но когда начинают сравнивать то что те кто занимается ортодоксальными техниками у них руки подобные значит оружию их приемы когда а там они говорят но вот сами понимаете чего зачем что практиковать как как можно практиковать условно говоря бой на на настоящем клинковом значит оружие ну соревнования это же смерть будет вот и мы не практикуем а значит бои ну спарринг голыми руками потому что наши руки как оружие и в каждом ударе по смерти у нас то есть один удар и все труп как на мечах не фехтуют настоящих как на шпагах настоящих не фехтуют а на спортивных только то вот и мы тоже если спортом заниматься надо брать оружие совсем другое это уже будет совсем не то мы по-настоящему занимаемся так вот я хочу сказать что он сравнение подобного рода но некорректно вообще в принципе по одной простой причине знаете по какой а по той простой что клинковая оружие даже в руках идиота который совершенно не владеет никакой техникой боя представляет угрозу не меньшую само по себе то есть если даже дурачок рубанет мечом по голове вот или по шее или еще там по крупному сосуду по какому-нибудь и поруке по ноге то ущерб будет очень существенный скорее всего поединок на этом и закончится даже если это сделает абсолютный дурачок и не надо ему для этого сам заниматься десятилетиями годами другой вопрос сможет ли он это дело применить да мы до этого сейчас сам гида идем если будет фехтовать против такого же мастера ну скорее всего наверное не сможет вот в этом все дело и даже если не против мастера если даже против сам безоружного он будет фехтовать ну фехтовать это так условно потому что дурачок не может фехтовать да он будет просто бить вот если он удар нанесет то ущерб будет несопоставимы с дальнейшим продолжением поединка со здоровьем несопоставимы и даже может быть жизнь на этом все и закончится так вот каким же оружием такого плана владеет значит ортодокс когда сам сравнивать что мы не фехту и что мы не деремся потому что это как с оружием если да никаким ну вообще я конечно грешу немножко владеет если это настоящий ортодокс который выкопал из собственных рук оружие у него тогда каждая рука это молоток то есть он руку в кулак жал или не жал если он удар нанесет он может нанести удар со всей силы потому что не боится свою руку поломать или разбить удар у него будет конечно очень скрепки и главное что он его может нанести несколько раз в отличие от человеку в этом у который со здоровенный так ну сме мужик может ударить тоже со всей силы кулаком но при неудачном попадании или даже при этом удачном он может себе с равным успехом сломать и руку вот так вот все может произойти так вот нету у ортодоксов оружие подобного клинковому вот и все и на этом все и заканчивается все свои рассуждения и все доводы получается для того да теперь мы к тому в эту выводу подходим а сможет ли нанести дурачок имеющий клинкова ну мы как бы допускаем такую мысль что выковал он из рук оружие великолепное да для такого же дилетанта он стал очень опасен потому что если у одного дилетанта молоток в руках есть а у другого нет то с молотком дилетант будет опаснее безусловно и вне всяких сомнений потому что от него и защититься труднее и подставить блок труднее он просто молотком поэтому но по блоку ударит вот так же и голой рукой если она самая но стальная тоже будет ущерб вот сможет ли нанести дилетанта ущерб уже человеку подготовлено пусть у него там руки даже у этого дилетанта сам стальные или пусть даже у него есть клинков этом оружие какой нож да с ножом он опасен потому что цена к ошибке при защите в разы возрастает если человек без ножа не умеет сам гидраться и он как-то попадет в в грудь в живот скорее всего ничего не будет даже не кашляет тот кому попали особенно если это мастер который может как-то которые в любом случае как-то как отреагирует на это дело то есть уже не получится начну нести прием прямо точно как этого хотелось он немножко скрутиться немножко оттянется удар будет не такой сильный но вот когда удар сам не происходит каким-то клинком или ножом или стиле там шилом там и чем-то еще то цена ошибки возрастает резко особенно если это клинковая оружие рубище режущего толка особенно режущего потому что там силы много не надо если она хорошая она прорежет так чтобы быть здоров вот и достаточно буквально иногда чуть-чуть по поверхности кожи царапнуть а там находятся крупные сосуды и просто ждать пока противник истечешь если посильнее попасть можно и мышцу пересечь и бицепс мышцы предплечья там мало что труд течения будет так рука бездействовать будет перезать сухожилия и так далее в общем короче говоря он будет опасен но тем не менее если человек постоянно занимается боевыми искусствами против него попадается дилетант то шансы защититься против него у мастера возрастают многократно а кого можно считать им умелым мастером который сумеет против этого защититься тот который постоянно с противником находится какой-то динамике то есть он может оценивать расстояние скорость дриблинг тайминг это тот кто постоянно практикует кумите я могу сказать такую вещь сколько не отрабатывая прием против ножа в ситуации когда это обусловлено в карате подобная тема называется кихон ипон кумите когда один встает в стойку и наносит один удар там ну запрограммирован сверху например или там укол в грудь а другой берет и ставит защиту и и довершает защиту выбивание или бросок и добивание вот сколько это не делай это работает только против вы когда дилетант против вернее против дилетант против мастер не работает который понимает как надо с ножом что-либо делать больше того скажу это против и дилетанта плохо работает потому что и вот представьте но все прекрасно понимаете как айкидо работает да видели вернее может вы не понимаете как она работает но видите как она работает над видеть и все один в хакамах встает напротив другого и наносит сверху растопыренные самки граблей удар по типу шо-мэна шу-то или кулаком какой-то самки но нелепость шагом такой ски в варианте кулака там таты или как-то еще в общем это настолько нелепо выглядит почему потому что так никогда на самом деле реально кулаком не бил он он всю жизнь лишь имитировал удар кулаком а тот от него великолепно защищается вот и все это сразу же не работает как только вызывают человека из зала постороннего и меня такое было я сам ассистировал на подобных вещах когда еще все время занимался только каратэ ну боксом я всегда занимался но ассистировал я как именно каратэка то есть я вставал стойку каратистскую чудан камая и меня просили нанести ударную технику какой-нибудь либо джеданский причем шага моет ски там даже вот так вот вот а на всякий док и должен был защититься вот я хочу сказать даже одиночную технику запросто попадал по бороде особенно если мне не ставили условия вот прям вот давай вот пить и ты сразу же делаешь старт делаешь шаг и все а когда у меня была возможность использовать тайминг а как удобно мне то есть я мог сделать небольшое подступающее действие противник реагировал на него а потом я делаю риаши подступая и пробивал кизамецки ну то есть такое финт передвижениями и таймингом то есть мой а прием чуть запаздывал от того понимания как как ожидал самки противник этот прием получить он начинал свое действие и не вовремя и соответственно очень хорошо получал по бороде и точно так же я применял самки такую же технику когда делал не нитойский такой как это классика получается когда делаешь шаг и одновременно при постановке передней ноги ставится рука то есть полный шаг чпок и поставил да и хития там все то есть то другая рука на поясе нет но по-другому то есть сначала с места самого стартовала рука и она намного но это пережала постановку ноги и даже движение тела это дело и делается с очень большой дистанцией прием это можно делать и рука попадает в мишень намного быстрее чем ставится нога в шаге то есть полный шаг делается при этом намного быстрее то есть нога потом опаздывает уже контакт состоялся а нога еще только долетает что называется дам такой прием получается менее сильным за счет того что менее с в разрушительным скажем так за счет уступания в контракции и то что с миг трансмиссии жесткой нет но скорость получается очень большая причем все равно это скорость массы практически всего тела запущенного потому что летит бревно это тело а наконечником является рука по сути вот так это выглядит вот и все нормально получилось и очень легко на все кидоки попадались на эти вещи я уже ничего я уже не говорю о том если боксер будет и кидок асамгет раздергивать с джебами разве еще при этом качать маятник обманные действия совершать вы понимаете это совершенно бесполезно вот я к тому это веду что точно так же работает это все когда там отрабатывают какую-то технику регламентированную против ножа да ее надо там отработать и понять как защищаться от удара сверху туда снизу от укола и начинать это действовать как-то в динамике хотя бы ну то есть предположим это может быть даже обусловленный поединок когда тот кто держит нож ему дается свои задания он может атаковать только колющими действия здесь не будет ни круговых не рубящих не режущих действий а будут уколы одни а защищающийся зная как от этого защищаются должен применить свою защиту вот и все и тогда если это как говорится надрачивать очень долго то возможность защититься будет ну реально выше но только так и то она будет просто выше это не значит что это точно получится понимаете но опять же я говорю что риск все равно велик потому что там полющие или режущие будет оружие а вот когда люди которые отрабатывают вот так вот обусловлено работу кулачную тогда по сути они друг другу помогают работать они столько мешают именно помогают вообще кихон ипон кумитэ или чуипон кумитэ по сути люди которые друг другу противодействуют демонстрации данной техники или в отработке данной техники они друг другу не противодействуют на самом деле они друг другу помогают то есть они кооперативно работают вопрос в том что роль каждого значит определена и этот кто бьет он конечно должен обязательно бить по-настоящему если кто-то защищается не произведет правильные действия технические то ему сломают челюсть или пробьют солнышко или что-то еще но вопрос в том что он абсолютно точно понимать что действует если он действует так как надо в этом условлено то ничего не произойдет он защититься и все будет нормально чем реалистичнее будет быть атакующий тему нам лучше помогает освоить эту технику но понимаете она все равно регламентированно от этого никуда не деться и когда такая регламентированная техника пытается применяться сразу в поединке не но топтачиваясь это в спарринге в обусловленном каком-то поединке все нифига это не работает кто-то возразит мне ну а как же есть же джиу кумите да ну или даже тот же самый джиу нотепон кумите когда техника пусть и условленная но она ведется в режиме полусвободного поединка так вот оказывается что как бы и нет а а почему моем сейчас объясню а если она ведется в режиме полусвободного поединка то получается если значит атакующий ударит защищающегося и защищающийся не применит технику защиты значит атакующий на сто процентов убьет защищающегося а как иначе то он живу бьет по-настоящему да по-настоящему а как же как же будет икинхисацию один удар одна смерть вот представьте защищающийся работники этот кихон даже депон кумите чё-то зазевался и получил по башке и вода что убили сразу чё-то я не помню чтобы смертей-то было много в этом плане особенно за последнее время там слуг даже какой-то прошел не это ли доказательства того что нифига там нет икинхисацию об этом никогда не задумывались а я вот как-то задумался почему а потому что пропускают в джи-ю на тупон кумите бывает пропускают опять же когда традиционщики работают джи-ю кумите значит получается если они бьют и и противник сам где пропускает а он в этот момент реагирует и не и не пробивает его то есть останавливает руку или бьет не со всей силы значит она изначально бьет уже с установкой не ударить ну все значит тогда это не работает где тут один удар от нас смерти то есть реалистичность резко падает и вся эта вот ортодоксальность и традиционность она куда-то пропадает оружие куда-то девается вот это вот ну который может быть причинить смертельную технику и ничего не работает так вот так-то друзья мои да сегодня длинный получится подкаст по одной причине потому что мне пришлось ехать черти знает какими кренделями потому что там была огромная просто пробка из-за какой-то аварии по всей видимости но похоже что соединилась блин и тут такое же да что ты будешь делать так друзья ладно похоже наоборот мне придется закончить эфир потому что мне надо позвонить тем людям которые меня ждут плана идею основную я сказал я просто повторю вопрос на который бы мне хотелось услышать от вас ответ либо в письменном виде ну прямо здесь либо на ю тубе где это видео выложено тоже будет почему в обусловленном поединке у традиционщиков и ортодоксов когда они делают кихоны пон кумите джуи пон кумите в случае промаха вернее в случае когда защищающийся неправильно применять технику защиты и пропускает удар почему не получается и кинхисатсу из-за которого свободные поединки вполне себе свободные поединки запрещены или не применяются потому что же если попали то это смерть а вот когда в кихон и пон попадают или в джуи пон причем там попадают удар то чуть ли не в идеальном варианте с идеальной дистанцией когда нету у защищающего каких-то перемещений когда он целенаправленно мешает атаковать не просто защищается а мешает атаковать и сам готов атаковать когда риск получить есть у того кто нападает удар навстречу то есть вероятность а попасть а по противнику сильно и хорошо намного ниже чем в обусловленном поединке и тем не менее в обусловленном поединке если попадают то и кинхисатсу нет почему так происходит жду от вас ответов всем пока